всем привет вы на канале вяжем дома и в этом видео я хочу показать вам как связать вот такой вот интересную простую косу спицами вот так вот узорчик из этих кос смотрится с лицевой стороны и вот так вот смотрим смотрится его изнаночная сторона узор вяжется не сложно отлично подойдет для вязания снуд хорошо им связать шапка вообще отлично шапочку можно и с отворотом и без связать для кардигана свитера джемпера подойдет также можно пустить по варежке по центру вот такие там допустим три косы раппорт узора составляет 5 петель в ширину и 6 рядов в высоту для вязания узора поворотными рядами нам нужно набрать количество петель кратное 5 плюс 2 петельки для симметрии плюс 2 кромочные петли и так давайте я вам покажу как узор вяжется вот здесь я набрала три раппорта по 5 петель 15 2 петельки для симметрии и 2 кромочные петли получилось что у меня здесь набрано 19 петель после того как мы набрали петельки нам нужно провязать один установочный ряд провязывается этот ряд только в самом начале вязания дальше мы его повторять не будем кромочную петельку снимаем и установочный ряд вяжется следующим образом 2 лицевые петельки 3 изнаночных 1 2 3 опять 2 лицевые 3 изнаночные в конце у нас остались кромочная петля и 2 петельки для симметрии для 2 петельки для симметрии провязываем 2 двумя лицевыми кромочную петельку изнаночной перевернули работу и начинаем вязать первый ряд узора кромочную снимаем провязываем 2 изнаночные петли 2 лицевые и следующую петельку нам нужно провязать лицевой с двумя накидами правую спицу вставляем вот так в петельку левая ручка берем ниточку и два раза вокруг спицы обернули нитку и провязали вот у нас получилась петля провязанная с двумя накидами вот это раппорт 1 ряда повторим его 2 изнаночных 2 лицевых и следующую лицевую петельку провязываем с двумя накидами спицу вставляем левая ручка берем ниточку вокруг спицы два раза обвиваем и провязываем лицевой петлю все еще раз раппорт провязали повторяем 2 изнаночные 2 лицевые и третью петельку провязываем лицевой с двумя накидами это для того чтобы у нас получались эти вытянутые такие длинные петельки в конце для симметрии 2 изнаночные и кромочные петли вот мы обвитие делаем делали для того чтобы вот это вот вытянутая длинная петелька у нас получалось это мы провязали первый ряд теперь будем вязать второй ряд кромочную петельку снимаем и вывязываем раппорт 2 лицевые следующая у нас идет петелька вот это с двумя накидами мы нам нужно ее снять не провязывая нить перед работой рабочую не делаем на спицу и вот эту петельку просто так снимаем и оба обвития распустили вот такая вытянутая петля у нас получилось дальше вяжем 2 изнаночные ты это мы провязали раппорт 2 ряда повторим его 2 лицевые нить перед работой 2 объявите распустили 2 изнаночные еще раз раппорт 2 лицевые нить перед работой обвите распустили 2 изнаночные и в конце для симметрии 2 лицевые и кромочная петля изнаночной вяжем третий ряд кромочную петельку снимаем раппорт третьего ряда 2 изнаночные затем 2 лицевые и следующую петельку мы также снимаем не провязывая рабочая нить за работой опять повторяем 2 изнаночные 2 лицевые следующую снимаем не провязывая нить за работой повторяем 2 изнаночные 2 лицевые следующую петельку снимаем не провязывая нить за работой в конце 2 изнаночные для симметрии и кромочная петля вяжем 4 ряд кромочную сняли 2 лицевые вот эту петельку которую до этого снимали не провязывая также снимаем не провязывая нить перед работой 2 изнаночные это раппорт четвертого ряда повторим 2 лицевые следующую снимаем нить перед работой 2 изнаночные еще повторим 2 лицевые следующую петельку снимаем не провязывая 2 изнаночные в конце для симметрии 2 лицевые петли и кромочная петля все так сейчас мы будем вязать пятый ряд в пятом ряду назад идет вот это вот перехлёст смотрите как будем его делать итак раппорт пятого ряда 2 изнаночные затем нужно поменять местами вот эти две как бы оставить за работой а вот эту перец смотрите как я это делаю правой спицы я подхватываю вот эту вот вытянутую петлю эти две петельки спускаю со спицы меняю их местами затем одеваю на спицу и спереди одеваю вот эту вот петельку провязываю сначала длинную петлю затем две лицевые вот получилось что мы ее поменяли местами сейчас я вам покажу это с дополнительной спицы как сделать провязываем 2 изнаночные и опять нам нужно поменять местами смотрите можно это сделать с дополнительной спицы на дополнительную спицу снимаем моим 2 первые лицевые и оставляем их за работой провязываем одну лицевую вот эту вытянутую и провязываете так что петелька видите не привернутая было и далее нам нужно провязать 2 лицевые с дополнительной спицы 2 лицевые все получилось то же самое ну легче без этой дополнительной спицы как я вот вам показала в первый раз сейчас еще разочек положу очень очень быстро смотрите правой спицей поближе подхватывайте вытянутую петлю эти со спицы спускаем и меняем местами и одеваем это это одеваем спереди все поменяли местами их и провязываем 3 лицевые в конце для симметрии 2 изнаночные и кромочная петля изнанка вот у нас получается переворачиваем вязание и сейчас на шестой ряд шестой ряд он вяжется просто по рисунку над лицевыми петельками лицевые над изнаночными изнаночными раппорт шестого ряда получается 2 лицевые 3 изнаночные опять повторим 2 лицевые 3 изнаночные и в конце для симметрии 2 лицевые петли и кромочная петля изнанкой все на этом весь узор дальше вяжем повторяя с первого по шестой ряды такой вот замечательный красивый узор получается надеюсь видео вам понравилось не забывайте подписываться на канал если есть какие-то вопросы задавайте в комментариях постараюсь всем ответить всем пока